Я, пишешь ты, спрашиваю генпрокурора Украины, чем я провинился перед Украиной. Я вышел из состава СССР, Украина пошла за мной, так в чем же моя вина? Я блудный сын Украины, она меня своим признавать не желает, но я терпеливый. Когда-нибудь Украина войдет и в НАТО, и в семью европейских народов. Рано или поздно она пойдет по пути, по которому прошел предатель Резун. Можете смеяться, но я первый украинец, который вступил в НАТО и в Европейский Союз. А разве не так? У меня в связи с этим вопрос. Ты хочешь вернуться домой, в Украину? Ну, а как же нет? То есть, сегодня, если президент или Верховная Рада Украины скажет, что Резун не является по отношению к Украине предателем, что Украина не несет ответственности за предавших якобы Советский Союз людей, ты вернешься домой. Ну, конечно. И будешь жить в Черкасах или в Черкасской области? Наверное, нет, потому что это создает большие проблемы для Украины. Это вызов и так далее. Вызов России. Вызов России. Но приехать на могилу отца, у моей жены, у Тани, у нее брат, у него семья. Вот дочка, сейчас 18 лет девочке, вот я ее поздравляю. Желаю ей счастья. Да, это наши корни там, но я бы не хотел, чтобы было какое-то, чтобы за мной там и Украина меня охраняла и так далее. Виктор, вот сейчас это интервью смотрит много людей, от которых зависит принятие решений. Смотрят народные депутаты, депутаты Верховной Рады, смотрят, возможно, президент Украины. Что через телеэкран ты можешь им сказать и о чем, может быть, хочешь попросить? Вот ни о чем никого я просить не хочу. Вот тут, если Украина считает, что я свой, то это одно. Но я никого ни о чем не прошу. Я свой выбор сделал. Я спасаю честь своего народа, как украинского, так и русского. Потому что мать у меня русская, а отец украинец. Когда спрошу, ты русский или украинец? Ну, тут вопрос, как ты кого любишь больше, маму или папу? Но если Украина признает своим, то я буду украинцем. Ну, а я обращался пару раз, тут и с послом беседовал. Я скажу вот как. Написал я однажды письмо генеральному прокурору Болгарии. Тогда был господин Иван Татарчев. Перед Болгарией я виноват или нет? Он немедленно нашел мой телефон, позвонил мне. Говорит, жену свою подмышку бери, я тебя встречаю в аэропорту. Мы прилетели в аэропорт, Иван Татарчев, генеральный прокурор. Это октябрь 1996 года был. Прилетаем туда, вот тут вот, знакомься, а это кто? Это главный военный прокурор Болгарии, генерал-майор юстиции Николай Колев. Здрасте, здрасте, все, повезли меня к охрану. Начальник охраны, как помню, Цветан Цветанов. Здоровый мужик. Вот я говорю, мне не надо ничего, нет, нет, ты наш гость. То есть, Болгария говорит, что… Не виноват. Причем тут не виноват, они говорят, что мы сейчас живем без большого брата. Вот ты к этому делу руку приложил. Вот ты наш брат, ты наш гость. Все, вот. Заходим в ресторан, дверь открывается, там ансамбль болгарской армии, три танкиста, три веселых друга. Садимся мы с Таней. Экипаж машины боевой. Таня, так дело было, так. И Эстония, Литва, Латвия. Я могу показать высшие государственные награды. Они говорят, мы живем в высшие государственные награды. Я никого не просил, меня туда приглашали. Даже я туда не писал никаких, я не называю ничего, кто и как. Я не хочу, чтобы там в Москве сказали о предателе. Да, да. Но там встречали нас по высшему разряду, на самом высшем государственном уровне. Сказали, что если бы хотя бы 100 человек в России сделали бы столько для нашей независимости, как ты сделал, то было бы давно-давно, мы бы жили как люди. Виктор, какое будущее, на твой взгляд, ждет Украина? Великое будущее Украины, место ее в первой десятке государств. Это Великобритания, Франция, Украина, Испания, Италия. Германия? Германия. Может и Германия. Но я не говорю таких монстров, как Соединенные Штаты Америки, Китай, Япония. Но место Украины вот здесь. Хотя в политике я ничего не предсказываю, потому что как Витязь на распутье стоит, вот пойдешь туда, вот пьяному тебе быть, а дальше там голову потеряешь. Украина должна где-то вот сейчас решиться, потому что вот этих вот два десятилетия раскачки, это слишком долгая раскачка. Непозволительная. Непозволительная. Если Украина не найдет вот этот путь сейчас свой, путь во мраке, ее путь к светлому будущему. Я вот тут, это не высокопартное, это может быть великое государство, действительно великое. Но если этот путь сейчас не будет найден сейчас, то уже шанса не будет никакого. На вопрос одного западного издания «Как вам живется здесь в Англии?» ты недавно ответил. Я живу в России, я из нее не уходил. Просто по какой-то непонятной причине каждое утро просыпаюсь в Великобритании и удивленно оглядываюсь, куда это меня занесло, а ночевать возвращаюсь домой. В Чертаново на улицу Азовскую, в Серебряный Бор, на набережную Новикова Прибоя, в Приволжский военный округ, в Киевский, в Прикорпатский, в 66-ю гвардейскую учебную Полтавскую краснознаменную мотострелковую дивизию, в 24-ю Железную Самаро-Ульяновскую, трижды краснознаменную. Как заочно приговоренному к смертной казни живется сегодня в Англии? Чудесно. Просто великолепно. Вы знаете, ну прежде всего, это я повторяю всегда и везде, есть такая поговорка, жена находка для шпиона. Мне повезло, ну у нас тоже к этому относились очень серьезно, не как в КГБ и так далее. Жена один раз навсегда, это у нас в семье всегда так. Мой тыл всегда был прикрыт, и я жалею только о том, что я не видел, как выросли мои дети, потому что я всегда писал, 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 я работал, вот, и все лежало на ней. Вот однажды, вот, ну тут в Англии нужно детей в школу на машине возить, и Таня говорит мне однажды, вот, ну там, вот отвези детей, а я вот работаю там, вот, вот. Ну, однажды совесть-то все-таки даже у изменника Родины, проснулась, проснулась, и говорю, ну сегодня я вот детей повезу в школу. Она говорит, ну не надо их везти. Я говорю, а почему? Закончили. Они закончили, они уже университет оба закончили, поэтому ты уж посиди. То есть это может шутка, но я вот жалею о том, что я это пропустил, это так проскочило мимо меня, детство моих детей. Поэтому сейчас наша вот эта любовь вымещается на наших внуках. Вот они у нас замечательные, они у нас просто, просто хаврошечки. Я веду, пишешь, ты достаточно замкнутый образ жизни, по натуре отшельник. А чем занимаешься в свободное от садистского труда? У меня такого нет. Ну, что у меня, чем я занимаюсь? Я ухожу в лес. Таня вот не даст мне соврать, я один, и я брожу по лесу, долго-долго. Я ругаюсь со своими врагами, вот в лесу иду. Я отвечаю, что меня мучит? Действительно, что мучит? Невозможность ответить на письма. На них ответить невозможно. Понимаете, их так много, и это уже застарелый материал. Один научно-исследовательский институт, украинский, кстати, в Канаде, обратился ко мне. Я уже подготовлю на это все, что после меня это все уйдет в научно-исследовательский институт. Я поднять этого не могу, это невозможно. Ответить это невозможно. И я чувствую себя виноватым перед людьми, которые мне писали в 93-94 году. Они, может, уже и умерли, эти фронтовики. А я не могу ответить. Не могу. Из досье на Виктора Суворова. Любит спорт, бег на дальние дистанции. Мечтает пройти лондонский марафон в противогазе с полной выкладкой, с автоматом, боекомплектом, лопатой и прочим. Понятно в сапогах. Это мечта осуществима или нет? Ну, мечтать всегда полезно. Однако, несколько лет назад у меня случилась очень тяжелая вещь с сердцем. Вот. И долго-долго искали что-то такое, что-то во мне не так вот с сердцем. И какой-то старый, такой старикашка нашел что-то такое. Мне нужно делать операцию. Сделали я мне операцию. Но перед тем, как делать операцию, вот он говорит, вот тут такая вот машинка, вот такая вот сделана в Америке. Вот. Железная. Вот. Мы тут разрежем, там тебе поставим. Это все будет работать на батарейках. Мне скоро батарейки, через 5 лет менять надо. Вот. И говорит, только перед этим, вот он весь в перчатках, вот перед операцией. Вот я тебе должен показать. Вот. Я смотрю, как называется эта штука. Называется ЕС-2. Я говорю, а вы знаете, что такое ЕС-2? ЕС-2 это самый мощный танк Второй мировой войны. Вот. Это Иосиф Сталин. Я со Сталином в сердце. Вот. Поэтому мечта у меня такая есть, пробежать лондонский марафон с полной выкладкой. Вот. Но это, я ее отодвигаю, но она остается мечтать. Через 5 лет после замены батареи. Я знаю, что ты собираешь советские и русские боевые ордена. Да, это правда. Да. Много боевых орденов? Да. У меня хорошая коллекция. Ну, ей так не принято хвастаться. Самые дорогие награды, очень скромные, моего отца. Ну, это не коллекция. Они здесь. Можно их показать? Да, можно. Вот. Некоторые из них... Это только то, что для меня самое дорогое. Потому, что у него 4 ордена. Вот. Но для меня самое дорогое, это вот здесь... У него за боевые заслуги две. Это солдатские медали. Вот. За оборону Москвы. И за оборону Киева. А потом у него вот это за победу над Германией, а в другом комплекте там за победу над Японией, там эти юбилейные и прочее. О чём это говорит вот это за оборону Киева? А оборона Киева началась в начале, в первой декаде июля. 10 июля. Это говорит о том, что он воевал войну с самого первого дня. То есть, 140-я дивизия 36-го стрелкового корпуса. Она... Есть сейчас комплект документов. Она в составе действующей армии с 22-го июня. Мой отец вступил вот в первое сражение в 23-го июня. То есть, дивизия уже, первый эшелон воюет. А лично он прошёл через всю войну. Здесь его документ. Вот эта вот медаль за оборону Киева для меня самая дорогая, потому что... Вот она, Резун Богдан Васильевич. Она награждён 21-го июня 1961-го года. Это как раз 20-летие её вручена ему 18-го июня 1970-го года. То есть, 9 лет она его искала. Награда искала героя. Награда искала героя. Это не звезда героя Советского Союза. Всё равно это очень важно. Это очень важно для меня, потому что вот это за оборону Киева, потом за оборону Москвы, потом солдатские боевые заслуги и вся война, а потом за победу над Германией, а потом ещё за победу над Японией. Это его туда отправили, он воевал против Японии, и там ещё на 12 лет его и оставили. Там меня угораздило и родиться. Ты собираешь стрелковое оружие, да? Да. До сих пор? До сих пор, да. Большая коллекция? Нет, небольшая, но очень необыкновенная. Необыкновенная в том смысле, что у меня есть винтовка Мосина. Винтовка Мосина, великое дело. Винтовка Мосина, она винтовка без винтов, то есть винтовка с гладким стволом. 1938 года она, Ижавского завода. Купил я её в Испании. Ну, так вот мы с Танечкой ходим, там по горам, гадалам, заходим там, далеко в горах, мужики там, винтовочку-то бы там... Сообразите? Сообразите. Нет, не держим. Ну, я думаю, мужики-то хозяйственные. Что за мужики пошли, винтовки не держат? А Советский Союз туда поставлял танки, стрелковое оружие, ну и, конечно, мужики в горах, ну там же... Ну, и винты мне приносят, а я сразу не глядя говорю. Ну, это же не винтовка, это же гладкоствольное. Они, да ты чё, мужик? Я говорю, ну открывайте, не глядя на пон. Смотрят, и вправду без нарезов. Винтовка без нарезов. А изделие тут вот какая. Советский Союз поставляет оружие в Испанию. И вот начальник разведывательного управления Красной Армии Берзин, он там был главным военным советником. Возвращается он, он циркулировал, приезжает в Москву и говорит, товарищ Сталин, вот мы поставляем очень хорошее оружие в Испанию, но они же войну просадят. Зачем нам поставлять такое хорошее оружие, которое всё равно бестолку-то, зачем вкладываться? Ну, он говорит, ну в танках там можно что-то упростить, там в самолётах, а в винтовке-то что упрощать-то? Тот говорит, да вот, товарищ Сталин, самая вот такая деликатная операция – это нарезы делать. Остальное – это всё это, а вот длинные стволы вот так вот его нарезать, а вот если мы просто гладкие стволы будем гнать туда, и всё. Ну, то, что поставили – поставили, а вот дальше партии уже гладкие стволы. А дальше Сталин говорит, ну, они же войну продуют, а потом скажут, что русские, из-за вас плохое оружие. Тот говорит, да они же не сообразят, потому что они его не чистят никогда, так и не сообразят. Вот я эту историю знал из ГРУ, и на понт вот в испанской деревне, вот говорю, ребят, она же не нарезная. И вот поднимаю, а она и вправду не нарезная. Так вот, иметь винтовку Мосина, которая винтовкой не является, с гладким стволом. То есть, я цену сбил вот так, потому что, ну, ребят, ну, что вы мне тут, ох, да. Но от того, что она как раз, от того, что она такая необычная, так она во много раз дороже стоит обычной. Вот она у меня висит на стеночке. Я бы привёз показать, ну, в поезде как-то не пойму. Мы выходим на финишную прямую, я хотел бы провести такой небольшой блиц. Да. С высоты прожитых лет ты не жалеешь о принятом когда-то в 78-м году решении уйти? Ни в коем случае, даже не дослушав до конца вопрос, отвечаю, ни в коем случае, никогда. Я, ну, кем бы я был бы в Советском Союзе, ну, дошёл бы там, ну, полковником стал бы. Сейчас бы сидел бы на пенсии, вот, ну, Иосиф Остально мне бы в сердце никто бы не поставил, наверное. Вот, но не будем про это. Я совершил что-то такое, чего никто до меня не совершил. Может быть, кто-то бы созрел бы, вот, но если я созрел, я себя реализовал. И я считаю, что достаточно людей, которые критикуют меня и лгут на меня, и вот эту лют, вот эти грязь и помои, тут срабатывает ещё и авторская зависть. Это ревность, это самая вот мужская ревность, что она же вот-вот лежала. Один человек, мне признался, очень хороший историк, вот, он признался мне, что вот белая ревность, он говорит, я вот не могу тебе сказать, что это чёрная ревность, но я говорю, вот, как же я, вот, профессиональный историк, мимо всего этого прошёл, вот мы же хрустело, под каблуками хрустело каждый день. Как я прошёл мимо этого? Субтитры сделал DimaTorzok